В течение более ста лет, с 1804 по 1919, эта улица именовалась Екатеринославской. 75 следующих лет носило имя Якова Свердлова. А с 1995 года стало называться улицей Полтавский шлях. В альбоме собраны фотографии, снятые на улице Свердлова, то есть во временном интервале с 2019 до 1995 года, в том числе и в военные годы. За последние сто лет улица мало изменилась, чему способствовало и то, что в годы войны отрезок улицы от реки Лопань до улицы Малиновского почти не пострадал и сохраняет сегодня облик середины 19-го – начала 20-го века. Порядок фотографий в альбоме – по ходу движения от Лопанского моста. В том случае, когда имеется несколько снимков объекта, сделанных в разные годы, снимки располагаются в хронологической последовательности. Начало улицы. Середина 20-х годов. О времени снимка говорит еще не разобранный павильон фруктового ряда на Сергиевской площади и вывеска магазина-кооператива розничной торговли «Ларек», конкурировавшего в то время с магазинами Харьковской центральной рабочей кооперации – ХЦРК. Начало 30-х. Уже разобраны павильоны, но еще не отделись в гранит берега нашей Лопани. Снимок времен оккупации. 42-й год. Для нас в это время, конечно, остается временем улицы Свердлова. А немецкие снимки – источником информации о переменах в облике улицы в послереволюционные годы. Фото 1971 года. Свердлова-1. Последним владельцем этого дома в дореволюционные годы был шведский консул-купец Мюнах, который сделал пристройку к дому со стороны Лопанской набережной, открыл кинотеатр «Миньон». В 1930 году здесь работал кинотеатр имени Дзержинского. Фойе кинотеатра располагалось на первом этаже, а сам кинозал был в одноэтажной пристройке. В 40-е годы кинотеатр стал именоваться кинотеатром имени Карла Маркса, а в 90-е он был закрыт. На ряду с кинотеатром в здании размещался техникум. До войны архитектурный, после войны промышленного транспорта. Снимок 1959 года. Заезжего фотокорреспондента Лоренца Манфи. В 50-е годы вплотную к дому номер один вырос большой семиэтажный жилой дом, выходящий торцом в клубный бывший Кузинский переулок. Дом получил номер один дробь три. Кузинский переулок, связывающий улицы Свердлова и Ханторскую, до возведения жилого дома номер один дробь три. Вид в южном направлении. Тот же переулок, вид в сторону улицы Свердлова. Слева, во всю длину переулка, бывший дом Кузина. Бывший дом богатейшего откупщика Казмоникища Кузина и его наследников. Фото 1922 года Степана Андреевича Таранушенко. Кузину первому в Харькове было присвоено звание коммерции советника. Он много занимался благотворительностью. Как пишут, его уважало городское начальство, а народ благотворил. Более низкая часть дома Кузина, построенная вдоль улицы, предположительно по проекту архитектора Васильева. Фото 70-го года. Перейдем на четную сторону. Снимок начала 20-х годов. Трамвайное движение по улице началось в 21-м году. Бывшая гостиница братьев Руф «Россия» на Свердлово-4 стала называться «Новая Россия». Это же место в 41-м году. Несколько более поздний снимок. С приходом оккупантов гостиница изменила свое название – «Готель Киев». Может быть, как следствие активного поначалу участия националистов в управлении городом. Еще один снимок 59-го года фотокорреспондента Лоренца Манфи. Гостиница, конечно, снова под новым именем – «Спартак». В 1986-м году у здания появился новый хозяин – известный нам спецвуз «Автоматика». И оборвалась цепочка гостиничных имен. Слива от здания номер 4 в кадр попал дом номер 6 со своей еще более длинной цепочкой названий. Речь идет о здании, построенном для кинотеатра «Братьев Бомер» в 1908 году по проекту архитектора Корниенко. В закрытые годы революции кинотеатр в начале 20-х годов вновь открылся, но уже под названием «Кинотеатр номер 5». В 1927 году его переименовали в кинотеатр имени Карла Маркса. В период оккупации при первых немцах до февраля 1943 года над входом красовалась цифра 4. Похоже, кинотеатр обслуживал преимущественно солдат. При вторых немцах кинотеатр работал под именем «Марс». Надпись на русском языке, видимо, говорила о том, что кинотеатр работает и для населения. В 40-е годы, и многие это помнят, это был кинотеатр имени Дзержинского. А когда уже в годы нецележности потребовалось изменить название, было выбрано нейтральное имя «Зустрич». Лишь в 2003 году к кинотеатру вернулось его историческое название – «Бомер». Менялась свою вывеску в годы оккупации и кафе в соседнем доме. При первых немцах – Кавказ, одна из манящих целей их движения на восток. При вторых, напоминание о Кавказе становилось не вполне уместным. Иное дело – Мюнхен. Всегда к месту. Бывший двухэтажный усадебный дом купца Павлова в стиле русского классицизма. Построен в 1832 году архитектором Тоном. В ранние годы советской власти здесь был харьковский штаб ЧОН – частей особого назначения по борьбе с бандитизмом. После войны – райвоенкомат. Гостиница «Москва», после революции ставшая новой Москвой, а затем Красной Москвой. В этом же здании в годы столичного Харькова располагалось отделение госиздата РСФСР на Украине и его же книжный магазин. Соседние со зданием гостиницы дома номер 16 и 18 строились в конце XIX века как жилые. В 1915 году во дворе этих домов по проекту архитектора ЦАУНа был сооружен небольшой театр миниатюр и оперетты. Сначала это был театр миниатюр Пельцер, затем он стал именоваться Екатерининским. В 1920 году в помещении Екатерининского театра начал работать первый в Харькове театр для детей. В справочнике «Весь Харьков» 1926 года о театре для детей сказано. Театр безбилетный, обслуживает исключительно детей всех учреждений округлав соцвоса, что означает окружного центра главного управления социального воспитания. Спектакли на русском и украинском языках. В 1930 году по адресу Свердлова, 18, кроме первого гостеатра для детей, размещались также кукольный театр «Петрушка» и театр рабочей молодежи. Замечу, что в этом году отмечается столетие театра для детей. Такой юбилей и пандемия. Не повезло. По популярному в дореволюционное, да и в довоенное время, в двухэтажном доме номер 17, разрушенном в годы войны, сохранились лишь не очень информативные немецкие снимки и реклама, размещенной в доме гостиницы. Дом располагался на выходе из круглой площади, там, где в 1950 году был построен пятиэтажный жилой дом с популярным бутинистическим магазином. Гостиница в 17 доме меняли название вместе с менявшимся арендатором. Вот реклама гостиницы «Стелла». 50 светлых, сухих и тёплых номеров по весьма умеренным ценам. Роскошный сад. Роскошный ресторан с образцовой первоклассной кухней. Погреб лучших русских и заграничных вин. И что важно, всё здесь написанное не пустая реклама, а чистая правда. В советское время, в годы, когда поощрялось открытие профессиональных клубов, в доме располагался клуб «Товарищество Ларёк», одной из двух крупнейших сетей розничной торговли. Осталась и гостиница. В 26-м году октябрь, в 30-м – Жавтнева. Дом номер 17А, построенный на месте разрушенного дома номер 17, по проекту архитектора Павленко. Свердлово, 19А, бывший дом Монаковой, надстроенный на один этаж в 1888 году по проекту архитектора Динша. В 26-м году Первомайский рай Портком. Был в то время и такой район. Справа на снимке дом номер 19. Снимок 1980-85 годов. Фотография из семейного архива Максимовых с пометкой «Сентябрь 1940 года. Фонтан в сквере, где гуляли бабушка с Юркой». Это на южной стороне Круглой площади. На фото видна застройка северной части площади, о которой дальше будет сказано несколько слов. Справа – пятиэтажное здание номер 22А, в стиле модерн, построенное архитектором Корниенко в 1910 году. В древолюционное время в первых двух этажах этого дома помещался мебельный магазин братьев Кац, а в 1920-е годы в подвале ресторан Торвердова. Во второй половине XX века в доме размещался районный суд. В 1997 году это помещение было отведено бирже для проведения аукционов. Дум в центре номер 22 был построен в 1914 году по проекту архитектора Эстеровича. Оба здания 22 и 22А принадлежали братьям Кац, оба внесены в перечень памятников архитектуры. Памятник Свердлову был установлен в 1958 году. Был снесен этот памятник в исполнении решения о декоммунизации территории Украины 11 апреля 2015 года. На Екатеринославской 24 в начале 1910-х годов появился небольшой театр-миниатюр Сарматова. Проводившихся по два раза за вечер в представлениях легкого жанра участвовали шансонетки и выступал сам владелец театра, исполнявший, нарядившись босяком, полупристойные куплеты. По версии Евгения Викторовича Соловьева это здание было перестроено для театра Ушинского из склада Кинцеля еще в 1890 году по проекту архитектора Артынова. В 20-е годы здесь сначала работал кинотеатр Арк. Расшифровки этой аббревиатуры не нашел. Может быть, Ассоциация работников культуры, например. А затем здание было отдано под клуб Красной милиции, как сказано в справочнике Вейсхарьков 1930 года. Две фотографии дома номер 26, построенного, как говорится, в списке памятников архитектуры в 1911 году по проекту архитектора Илья Двороза Коскина. Ансамблевая застройка домами 19 века при пересечении улиц Свердлова и Ярославской занесена в список памятников архитектуры. На ближнем плане слева дом номер 21. На другой стороне Ярославской улицы дом номер 23, бывший дом булочника Муравьева, построен в первой половине 19 века неизвестным автором. Но самые большие заслуги из четверти домов ансамбля у дома номер 30. Сто лет в этом доме находилось музыкальное училище имени Летошинского. Сначала на правах аренды, а затем в выкупленном у дворянки Сомовой. Правда, празднование 100-летнего юбилея пришлось проводить уже в другом помещении, на Красношкольной набережной 1А, поскольку к этому времени здание пришло в аварийное состояние. После восстановительного ремонта в 1987 году в здании разместили НИИ транспорта газа. На углу улиц Свердловой и Дмитриевской жилой дом «Динамо», построенный архитектором Гершковичем в 1915 году. За ним на снимке трехэтажный дом номер 29, в котором в традиционные годы располагалась гостиница «Леон». Многострадальный дом номер 35, бывший дом правления фермы «Треугольник», товарищества российско-американской резиновой мануфактуры, выстроенный в 1901 году по проекту архитектора Харманского. В послевоенные годы на первом этаже этого дома находился магазин «Турист», а на втором и третьем прокуратура Октябрьского района. В феврале 1985 года в помещениях прокуратуры вспыхнул страшный пожар, и дом выгорел дотла. Спустя 30 лет дом был возвращен к жизни. Два немецких снимка с 36-м домом. В 30-м году улица лишилась своей главной жемчужины – здания Дмитриевской церкви. Публикуя эту фотографию, журнал «Всесвит» сопроводил ее следующим текстом. «Дзвоны тепер мовчатымуть, инши звуки выкликают з них робітники». Обезглавленное здание Дмитриевской церкви было отдано клубу «Автодор». В годы оккупации немцы приспособили помещение церкви под солдатский кинотеатр. В послевоенные годы здесь работал кинотеатр «Спорт». Пагаус – начало 20-го века. В нем помещался склад сельхозмашин и разных товаров от зарубежных фирм, принадлежащий Людвигу Яффе. Дом постройки 1913 года, возведенный в стиле украинского модерна архитектором Тимошенко. В 1987 году был восстановлен шатер, завершающий центральную часть фасада дома. Два февральских снимка 1943 года. Советские танки входят в город, накануне оставленный оккупантами. Угол улиц Оружейной и Свердлово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пожарная Каланча, построенная в 1823 году. В XIX веке весь Харьков был виден с каланчи как на ладони. В 1913 году, как говорят специалисты, из сотни пожаров 70 замечали с каланчи. Сегодня из смотровой видна только четверть современного Харькова. Залопанская пожарная часть, самая старая в Украине. Пристроенная в 1909 году к пожарной части здание райотдела милиции по проекту архитектора Корниенко. До революции, до младения Файнберга, который использовал его для торговых помещений, меблированных комнат, сдавал в аренду управлению Южных железных дорог в качестве служебных помещений. В советское время здесь располагалась гостиница Первомайская. После 1991 года гостиничный комплекс «Славия». Несколько следующих фотографий позволяют проследить процесс преобразования района пересечения улиц Свердлова и Красноармейской, осуществленного в 60-е годы прошлого столетия. Два немецких снимка этого перекрестка. Реперные точки на этом фото. Дом с куполом номер 56, на месте которого будет построен дом быта. Белое двухэтажное здание номер 58, по другую сторону Красноармейской улицы. И, конечно, большой жилой дом, построенный в 1913 году архитектором Ржапешевским. Фото 1967 года. Все еще живы. Это я о наших реперных точках, домах наблюдения. Фото 1968 года. Все так быстро изменилось. Коробка дома быта за год взметнулась так стремительно, что невольно возникают сомнения в истинности даты 1967 предыдущей фотографии. И прощальный снимок памятника архитектуры дома Ржапешевского. Вернемся на нечетную сторону, где последней фотографией был снимок сгоревшего 35-го дома. Дом номер 39, бывший дом купца Жевержеева, построенный во второй половине 19 века неизвестным автором. И следующий за ним дом 41, бывший дом купца Уткина. Дом номер 43 на углу улиц Вердлова и маршала Конева. С одной из старейших в городе аптек, работающей в этом доме с 1890 года. И известной в те годы в городе как аптека Плотичера. На этой немецкой фотографии запечатлен дом номер 45. Известный нам как дом, в котором размещается Октябрьский районный суд. А построено это здание было в 1842 году для Жандарской казармы. В 1870 году его приспособили для размещения в нем Харьковской таможни. Фотография 43 года. На ней вошедшая в феврале в город Красноармейская часть, разместившаяся рядом с домом номер 47-49, бывшим доходным домом Фельдмана, который был построен в 1918 году по проекту архитектора Эстровича. Здание является памятником архитектуры. И еще ряд ярких домов, памятников архитектуры. Дом номер 51, построенный в 1913 году по проекту архитектора Тимошенко. Дом номер 55, 1912 года постройки. Автор – архитектор Харманский. Дом номер 57, построенный в 1906 году архитектором Цауне, как торговый. В нем находился склад сельхозмашин фирмы Альсон. В 1982 году, когда был сделан снимок, на первом этаже торговали швейными машинами и электротоварами, а на втором работало проектно-конструкторское бюро. Жилой дом, построенный в 1956 году по проекту архитекторов Донского и Выродова. А так это место выглядело в 1941 году. Справа дом номер 67, построенный архитекторами Гоможенко и Сердюхом в 1912 году. Свердловский путепровод Свердловский путепровод Строительство трамвайной линии на Холодную гору. В 1928 году. Дома номер 88 и 90. 33 год. Те же дома 88 и 90. Люди ждут хлеба. Свердлово 97, угол улиц Свердлова и Володарского. Дом в стиле украинского модерна, построенный архитектором Тимошенко в 1886 году. В этом построенном по проекту архитектора Григорьева в начале 30-х годов доме номер 118 проживали многие украинские литераторы. Во дворе дома работал кинотеатр 2-й комсомольский. Азерянская церковь, закрытая для прихожан в 1938 году. Во время немецкой оккупации богослужения были возобновлены с 1942 года. Два снимка Холодногорского базара в годы оккупации. Заключительный снимок альбома. Заключительный снимок альбома. Заключительный снимок альбома.